Изучая трансцендентную литературу, которая была дана нам великими мудрецами тысячелетия. Поверьте мне, что эти великими мудрецы, они не писали юмористические короткие рассказки или не снимали комедий-клаб. Они дали нам очень глобальную древнюю ведическую литературу. Почему? Потому что она актуальна. Вопросы души всегда актуальны в любом обществе. Вопросы сознания актуальны в любом обществе. Вопросы взаимоотношений с Богом актуальны в любом обществе. И поэтому мы носим вот эту одежду. Почему? Потому что мы знаем, что эта традиция хранила эти сакральные знания тысячелетиями. Я могу в Галстике ту же самую лекцию дать или еще как-то. Почему мы находимся, мы одеваем одежду вайшнавов, мы принимаем в принципы? Потому что эта традиция подразумевает нас самоидентификацией. Я не могу ходить не только в оранжевые одежды. Я сейчас пойду в Киев в простой одежде, чтобы меня не тормозили там где-то. Могу и так поехать, могу и так. Но самоидентификация у меня тогда, когда я нахожусь с преданными здесь. Я говорю, к чему, с какой точки зрения я могу говорить. С Атим, Шивом, Сундером я должен говорить с точки зрения истины, с точки зрения священных писаний. Я не должен вести политические речи. Я не должен вести речи, которые задействуют меня, как личность, мои корыстные интересы. Чиновник истины. Представляете, чиновник и слуга истины. Я должен говорить со стороны истины. Иначе я буду коррумпированным. Если я хоть что-то присвою себе, обратите внимание, чиновник, если даже он карандаш украл на работе, он считается преступником. Хотя, если он подлинный чиновник, то он обретет все. Ему дадут все, что нужно. Вплоть до вертолета. Летай. Простому человеку не дадут, но чиновнику дадут, потому что его способность делать более глобальное служение, она должна быть... Субтитры создавал DimaTorzok